Масштабная модернизация самой главной спортивной арены Амурской области, стадиона Амур в Благовещенске, заняла несколько месяцев. Воспользовавшись паузой в проведении соревнований, вызванной ограничениями по коронавирусу, а также выделенной областным бюджетом суммой почти в 14 миллионов рублей, на стадионе решили обновить не только внешний вид сооружения, но и целый ряд внутренних помещений. По словам руководства спортивной арены, такого объема ремонтных работ на стадионе не было едва ли не с самого начала его эксплуатации. А это свыше 40 лет. Причем, благодаря полученной на аукционах экономии, перечень проведенных работ по сравнению с первоначально намеченным заметно увеличился. Практически во всех внутренних помещениях были обновлены стены и напольное покрытие. По-новому засияли лампы освещения, полностью изменились и раздевалки. Модернизация коснулась также и нескольких спортивных залов, которые теперь приняли самый современный вид. А благодаря 82 камерам видеонаблюдения существенно повысилась антитеррористическая защищенность спорткомплекса. Есть камеры у нас установленные, то есть сверхмощные, это у нас по периметру стадиона, потому что есть такая вероятность того, что может быть когда-то все-таки у нас возобновится. Вторая лига и футбол у нас тут будет развиваться. И для того, чтобы можно было отследить любое перемещение, любое это, у нас хорошие камеры мощные были установлены на стадион. Выделенных областным бюджетом средств хватило в том числе и на полную реконструкцию душевых и туалетных помещений. Здесь обновили настенное покрытие, систему вентиляции, а также всю сантехнику. Намного более уютными стали и рабочие кабинеты специалистов. Допустим, кабинет, планированный проведением спортивных мероприятий, был частично отремонтирован окна из ПВХ, окрашены стены, проштукатурены, естественно, подготовлены надлежащим образом. Также у нас в некоторых кабинетах, я не говорю конкретно про этот, было заменено покрытие керамогранитное. Рады обновлениям и занимающиеся в спорткомплексе спортсмены и их тренеры, в том числе и юные поклонники вольной борьбы. Сейчас реально все изменилось, все красиво, начиная от нашего зала, здесь все ободрано было, стены, новую защиту поставили, освещение поменяли, тут практически полумрак был. Ну, вы видите сами, что в зале сейчас стало красиво. В настоящий момент все ремонтные работы уже завершены, идет приемка последних из обновленных помещений. А тем временем руководство спорткомплекса уже готовит планы на дальнейшую реконструкцию стадиона. В частности, на следующий год здесь намерены привести в порядок кровлю сооружения.